Подсолнечное масло, сахар, чай и другие продукты первой необходимости сегодня получат более 300 жителей ТОС «Мостовая Слобода». Подробности в нашем репортаже. Участники Центра здоровья ТОС «Мостовая Слобода» получат также свежий горячий хлеб из местной социальной пекарни. Его здесь пекут ежедневно и раздают подопечным. Ситуацию, сами видите, в магазин нельзя, туда нельзя, некоторые просто даже и не могут. Будем развозить продуктовый набор. Старшая по улице Пригородной Ольга Арясова – предприниматель и женщина с активной жизненной позицией. Вместе с помощником она получила 12 продуктовых наборов для своих подопечных. Все они посещают местный Центр здоровья. Пока он не работает, людям помогают продуктами. Это все, которые ходят сюда заниматься, в наш клуб здоровья. Все они занимаются, но есть, которые, конечно, старенькие, но все равно приходят. Но для того, чтобы им доставить удовольствие, мы привезем им домой. Подобная акция проходит на мостовой не в первый раз. Здесь принято помогать пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, раздавая им раз в квартал более двух тонн продуктов. Раз в квартал мы стараемся нашим подопечным пунктам здоровья как раз помочь им продуктовым набором. У нас здесь пункт здоровья, мы входим в реестр посещеков социальных услуг при Министерстве защиты. Поэтому уже второй год оказываем социальные услуги, может быть, при поддержке Министерства. В период благополучной эпидемиологической обстановки жители мостовой бесплатно посещают Центр здоровья. Здесь работает спортивный зал, проходят занятия по йоге, скандинавской ходьбе, проводятся курсы массажа. Ну а пока пенсионеры получили возможность заниматься спортом на своих огородах. Сейчас мы что сделали даже, чтобы было как-то оздоровление, мы раздали палки для скандинавской ходьбы, и они сейчас около дома занимаются, чтобы избежать скоплений людей. У нас ведь частный сектор, больше 300 гектаров земли, земли хватает. Поэтому около своих домов, в своих огородах, можно сказать, вот занимаются они. Уникальный опыт работы общественного самоуправления с населением высоко оценивают в Министерстве семейной и демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. Мостовая Слобода – это один из первых, кто начал работать в таком формате, и они стали примером для многих. И сегодня ТОСы по Ульяновской области также активно принимают этот опыт. Пусть это не… ну, во-первых, все больше ТОСов входит в перечень, в реестр поставщиков социальных услуг по оказанию в постсоциальной форме. И участвуют активно в грантах, выигрывают их и развивают эти услуги. Работа социальной пекарни и поддержка населения здесь продолжается каждый день. Валентина Никонова, Герман Баранов, Оллправда ТВ.